Сегодняшняя тема — образование почек. И конкретно в рамках этой темы мы разберем только новое образование почек. Так, сюда не будут входить воспалительные изменения, посттравматические. Мы только, видите, разбираем из этого общего списка, который подразделяется на злокачественные, как наиболее актуальные с них начинается наш перечень, и доброкачественные. Безусловно, нам нужно хорошо понимать, если мы встречаем образование почки, к какой группе оно потенциально может быть отнесено. И поэтому здесь присутствует этот список для того, чтобы мы могли ответить себе на вопрос, с чем мы потенциально можем встретиться, когда увидели образование в почке. Ясно, что УЗИ не является инструментальным методом, который позволяет поставить диагноз. Но удивительным образом здесь существует одна такая особенность, особенно в образованиях почек, что здесь роль пункционной биопсии ниже, чем в каких-то образованиях других локализаций. И сплошь и рядом лучевые методы играют большую, так скажем, весовую роль в постановке клинического диагноза, нежели образование иных локализаций. Вот, теперь давайте посмотрим эту табличку, которая здесь демонстрируется из очень качественного и известного учебного пособия, указанного в нижней строчке на этом слайде. Дифференциальный диагноз солидных образований почек. Здесь указываются уже вообще не все образования, а только образования, которые имеют солидный характер строения. Потому что, что касается кистозных, мы с вами этот материал обсуждали и рассматривали в предыдущей лекции, где говорили о классификации босняк. Она здесь будет очень актуальна, мы несколько раз будем касаться этого мельком, и все время это должны держать в голове. Но вот сейчас, для того, чтобы отдифференцировать разные возможные ситуации, ситуации, связанные с впервые увиденным, выявленным солидным образованием, вот эта табличка очень удобная. Я ее сейчас поэтапно переведу, чтобы было более наглядно. Значит, на первом месте стоит почечная клеточная карцинома, почечно-клеточный рак по-другому. Почему на первом месте, мы с вами чуть позже выясним. Но это принципиально, мы должны все время ее держать в памяти в силу высокой зоны риска для пациента. Затем ангиомиолипома, почки. Затем уротелиальная клеточная карцинома. Онкоцитома. Лимфома. Увеличенных размеров колонка Бертини. Очаговая паренхематозная гипертрофия. Очаговый пиелонефрит. Здесь не вписан еще один пункт, который там стоит после лимфомы. В оригинале я его просто озвучу. Метастатические поражения. Таким образом, это опять же тот чек-лист, про который мы уже говорили с вами, работая, например, с очаговыми образованиями печени, желчных путей, которые мы должны держать либо перед глазами, либо у нас должен быть в памяти, для того, чтобы, встретившись с солидным образованием внутри почки, нам можно было адекватно производить дифференциальный диагноз. Начнем с того, что стояло на первом месте в этой таблице, с почечноклеточной карциномы. В отечественной литературе ее достаточно часто называют как почечноклеточный рак. Иногда ее обозначают тоже как аденокарциному. Для нас не принципиально гистологические тонкости различия этого основного диагноза, но некоторые аспекты, связанные с особенностями этого образования, давайте рассмотрим. Эта опухоль развивается из эпителия проксимальных почечных канальцев. Эта опухоль составляет до 90% всех первично-злокачественных образований почек. Эта опухоль является наиболее часто встречающимся с солидным образованием почки. Вот вам объяснение, почему мы поставили на первое место его в том списке. Каковы факторы риска для почечноклеточной карциномы? Пожилой и преклонный возраст, курение, ожирение, длительный диализ. Иногда тоже упоминают про вредное производство, работу с кадмием и работу на коксовых печах. Мужчины в два раза чаще подвержены этой патологии. гематурия встречается приблизительно в 20% случаях у пациентов. Общая симптоматика включает в себя потерю веса, а не имею хроническую усталость. Очень часто к нам приходят пациенты по собственной инициативе с озабоченностью, например, связанной с тем, что отмечают явно немотивированную потерю веса и сами инициируют такой поиск возможной причины. Отталкиваясь от этого пункта, мы должны быть в подобном случае насторожены именно на поиск в том числе в почке почечно-клеточной карциномы. Только в одном проценте случаев она выявляется билатерально, то есть подавляющее большинство ситуаций связано с односторонним поражением, но при этом при одностороннем поражении относительно часто в каждом десятом случае она развивается мультифокально и уже к моменту первичного выявления может иметь несколько очагов в этой почке, где вы нашли образование. Поэтому целенаправленный поиск другого образования помимо выявленного, допустим, с первого момента, с первого взгляда вот это является такой дополнительной диагностической постоянной задачей. лечения лечения этого вида рака является хирургическим. Здесь химиотерапия практически неэффективна в связи с тем, что почка представляет собой такой своеобразный фильтр для токсинов и сами по себе. Вот эти химиотерапевтические препараты играют роль вот таких токсических значительной степени веществ. Значительно внимание тут должно именно быть сконцентрировано на хирургическом лечении. Для крупных образований и центрально расположенных образований обычно применяется тотальная нефректомия, а для мелких и периферически локализованных образований парциальная, в том числе лапароскопическая нефректомия. Криоабляции и другие абляционные техники также широко используются для лечения мелких образований. Какова эхосемиотика почечно-клеточной карциномы? В 50% случаях почечно-клеточная карцинома представляет собой гиперхогенное образование по отношению к прилежащей паретхе. И когда мы говорим про эти 50%, там внутри в свою очередь мы можем подразделить еще на такую суба подгруппу. В 40% получается это умеренно повышенная эхогенность. в 10% это выраженное гиперхогенное образование равное по эхогенности эхогенности почечного синуса. Очень важно, что гиперхогенный тип особенно характерен для мелких почечно-клеточных карцином в связи с чем их нередко можно перепутать с ангиомиолипомой. В других 30% случаях почечно-клеточная карцинома изоихогенно окружающей паренхемы. Мы уже помним по печени, что в случае изоихогенности образования окружающей ткани органа его крайне трудно дифференцировать. И в таком случае вот эти изоихогенные карциномы обнаруживают в случае экзофитного роста при деформации контура почки. или включая цветокодирующие методики, если находят атипичные характеристики сосудистого русла и признаки неоваскулогенеза. В 10% случаев почечноклеточная карцинома является гипоэхогенной. гипоэхогенной. И то, что остается, нередко бывает смешанной структуры, как правило, солидно-кистозной, у которой есть мелкие включения кистозного типа и или совместно с ними геморрагические и некротические участки внутри образования. Образование в 20% содержит кальцинаты. Эти кальцинаты могут быть диффузно расположены внутри или могут быть загруппированы, имеют совершенно различную размер и форму. Но вот что важно, периферическая кальцификация при этом для почечно-клеточной карциномы не характерна. В 5% случаях имеет место кистозная форма. Тут мы опять вспомним классификацию босняк. Третий и четвертый типы, которые являются либо очень, так скажем, подозрительными, как третий тип, аналигнизацию, либо совершенно с очевидными признаками аналигнизации, когда мы говорим про четвертый тип. Теперь каждый из этих типов давайте посмотрим. Вот сначала речь идет про гиперхогенный тип. Видите, здесь несколько эхограмм. Давайте последовательно каждую из них рассмотрим. Все они характерны тем, что эхогенность этого некрупного образования превышает эхогенность прилежащей паренхемы. гиперхоген что касается образования С, то здесь образование выражено гиперхогенное, а образование Д, его особенность такова, что у него по периферии наблюдается такая в виде ободка гиперхогенной окружности. Это часто называют термином хало, оно в значительной степени термин пришел из-за исследования ультразвукового щитовидной железы, но является общераспространенным независимо от локализации. И вот для подобного рода образования очень важно быть нацеленными на различия между починоклеточной карциномой и ангиомиолипомой. Значит, вот в картинке Д во втором ряду вот этот окружающий участок гиперхогенный как раз является фактором абсолютно нетипичного проявления для ангиомиолипомы и значит мы на основании его делаем дифференциально-диагностический вывод о том, что это образование характерное для починоклеточной карциномы а не ангиомиолипомы. А вот образование С третье по счету без такого ободка у нас практически нет никаких инструментальных возможностей собственных его идентифицировать как починоклеточную карциному а не ангиомиолипомы. здесь на помощь придет компьютерная томография. Помним, что этот метод позволяет определить наличие или отсутствие жира в образовании и для образования вот которые относятся к группе починоклеточных карцином жир внутри не характерен, то есть он будет отсутствовать. Итак, роль КТ здесь в дифференциальном диагнозе с ангиомиолипомы будет ведущей. вторая подгруппа это изохогенный тип починоклеточных карцином. Вот опять глядя на представленные здесь три изображения мы видим, что на изображении А образование умеренно очерченное и оно трудно различимо на окружающем фоне от прилежащей почечной ткани. Но при этом важно, что средняя картинка эхограмма Б с включенным энергетическим доплером демонстрирует, что кровоток здесь атипичный. То есть мы помним, что сегментарные артерии дальше делятся на артерии междолевые, которые проходят между пирамидами в бертиниевых колоннах. А потом у основания пирамид делятся на дуговые, от которых будут отходить эти вас афференс, приносящие артериолы. Здесь смотрите, очень наглядно, что как капуста огибают эти сосуды по периферии образования, полностью нарушая типичную структуру баскулиризации, характерную для нормальной почечной ткани. Наконец, гипоэхогенный тип почечноклеточных карцином. Он представлен на этих двух изображениях. На изображении А видим, что картина умеренно неоднородная. Образование паэхогенности ниже, чем прилежащая часть коркового и мозгового вещества. Кстати, они практически друг от друга не дифференцируются. И в образовании помимо гипоэхогенности отмечаются вот эти эхосигналы, различным образом расположенные внутри, что говорит нам об умеренной неоднородности образования. А вот что касается второй картинки B, это эхограмме образования довольно мелко. Если на картинке оно занимает значительную часть полюса почки, то здесь в центральном отделе располагается оно более однородное и с хорошо отграниченным периферическим ободком. Так что мы видим многообразие достаточно такое выраженное у этих эхо-структурных типов почечноклеточных карцином. Если речь идет о смешанном типе, то давайте посмотрим на эти примеры. На примере А образование даже не сразу бросается в глаза. Мы можем сказать, что это образование преимущественно, солидное. В нем мелкие кистозные включения. Эти кистозные включения они располагаются ближе к капсуле. Вот я их сейчас демонстрирую. Некоторые из них не округлая такой трубчато вытянутой формы, а солидная часть более центрально расположенная она в общем-то с трудом отличается от синуса. Если бы не эти гипоэхогенные включения, образование было бы трудно различить. Нередко вот такая неоднородность дает нам дополнительные диагностические преимущества. теперь смотрим на среднюю эхограмму, эхограмму В. Она сделана при таком поперечном сканировании, тоже преимущественно солидное образование. В данном случае оно изоэхогенно близ лежащим участком самой почечной паренхемы и здесь в центре располагаются вот эти две мелкие кистозные полости. А вот третий пример тоже образование изоэхогенное. И вот в периферической части его почти невозможно узнать. Оно занимает значительную часть почки, смотрите, практически не меньше половины, а может быть даже это две трети. В этом участке совершенно отсутствует типичная структура, характерная для корково-мозговой дифференциации, а вот кистозные полости имеют все неправильную форму, выраженную неправильную. Если их сравнивать с первым и вторым примером, с А и Б, то здесь вот эта такая с зазубренными конструкция этих кистозных полостей говорит о том, что эти полости вторичные за счет либо кровоизлияния внутри, либо кистозного некроза. Тоже дает нам дополнительный визуальный опыт для того, чтобы подобные неправильные конфигурации кистозной полости воспринимать как результат некроза и внутренних кровоизлияний. И, наконец, смешанный тип с кальцификацией. вот здесь у нас четыре примера в начале демонстрируют разный характер этих кальцинатов. Смотрите, образование А имеет такие неровные и нечеткие контуры. А в центре кальцинаты какой-то треугольной формы, которые образуют явно выраженную тень. Нам здесь невозможно четко говорить про размеры, но эти размеры будут явно не меньше 3-4 миллиметров, а может быть, будут приближаться и к 5. Вот поэтому такая акустическая тень совершенно наглядная. У образования Б смотрите, во-первых, общая структура солидно-кистозная и вот эта верхняя часть на изображении солидного компонента вам должна напомнить то, что мы видели в предыдущем слайде. Неровные анахогенные очертания. О чем это говорит? Вот эти структуры тоже связаны с кровозлиянием и некрозом. А в самом центре образования вот такая глыбчатая форма кальцинатов, которая является результатом по всей видимости, слияния друг с другом в такой вот конгломерат маленький и тоже выражена акустическая тень. Вообще, конечно же, подобного рода примеры. Они очень наглядны вообще в целом для образования злокачественной природы как таковой, потому что структура представляет собой совокупность совершенно разнородных характеристик, которые связаны воедино. на эхограмме С мы тоже видим неоднородную структуру, но здесь очень четкий контур и при этом ровный у самого образования. Образование явно крупное и эксцентрично, ближе к периферии этого образования мы видим вот такое скопление мелких кальцификатов с незначительной затененностью в дистальном направлении. Тут нет такой тени, которую мы наблюдали на эхограммах Бейтсе. А вот к нему прилежит еще какой-то участок с линейными такими гиперахогенными структурами совсем без акустической тени. Тоже это опять дополнительным является примером того, что разные компоненты образования выражены друг от друга отличаются, и это является типичным, достаточно распространенным признаком малигнизации в различных образованиях любой органной принадлежности. И вот на примере Д видим, что здесь мы вообще не все образование можем рассмотреть. Часть образования как бы полностью скрыта за такой выраженной акустической тенью. Вот эта тень скрывает, что там позади нее. Мы с таким примером недоброкачественных образований будем сталкиваться в молочной железе. Очень наглядно, что практически тень полностью закрывает за собой всю внутреннюю структуру образования. Ну это вдвойне удивительно потому удивительно я имею ввиду в смысле попытки объяснить вот анализируя картину чем вызвана такая тень поскольку мы не видим самих по себе крупных кальцинатов таких как на изображениях А и Б. Но тем не менее тень полностью поглощает образование расположенное за самой этой тенью. Во всех случаях эти образования были подтверждены на КТ как образование относящееся к почноклеточной карциномии. Теперь относительно диагностической стратегии для нас с вами это чрезвычайно важно потому что но сталкиваясь с какой-то необычностью надо дальше иметь хорошо отработанный план действий как это сегодня принято в многих видах деятельности сопряженной с опасностью в МЧС у летчиков у водителей судов и какая же стратегия является самой правильной любые солидные образования у взрослых должны первоначально расцениваться как почечно-клеточная карцинома если нет убедительных признаков обратного единственный неинвазивный способ доказать что солидное образование не является почечно-клеточной карциномой это документировать присутствие жира в образовании лучше всего это выявляется на КТ или на МРТ очень важный пункт давайте его еще несколько раз прочитаем и проанализируем буквально построчно любые солидные образования у взрослых мы увидели образование в почке и если это взрослый человек мы начинаем размышлять что это почечно-клеточная карцинома даже если это гиперхогенное образование округлой формы однородная мы расцениваем его сначала не ангиоми алипомы а именно карциномы если у нас сомнения если нет дополнительных признаков за почечно-клеточную карциному таких как откровенный кровоток неаваскулярный неподходящий для доброкачественной структуры или если это периферический гипоанхогенный ободок вокруг когда мы уже на основании этого ставим заключение во всех случаях сомнений для того чтобы нам от почечно-клеточной карциномы отойти мы обязательно назначаем карте или мрт в компьютерной томографии это можно сделать достаточно документированно показать отсутствие жировой ткани или выявить ее окей идем дальше хотя почечно-клеточная карцинома нередко содержит кистозный компонент и области некрозы и геморрагии интересно что преимущественно кистозная форма насчитывает лишь не более 5% в случаях что значит преимущественно кистозная форма вот особенно это в поверхностно расположенных органах терминологии широко используется нам с вами нужно ее сейчас принять и запомнить для себя что мы можем характеризовать образование как солидно кистозное мы можем охарактеризовать его как кистозно солидное и когда мы эти два словосочетания собираем вместе та ткань которая больше солидная или кистозная она должна стоять на первом месте мы говорим про солидно кистозное образование значит там преимущественно солидный компонент его больше он составляет значительную часть образования а кистозный меньше значит если речь идет про преимущественно кистозную форму значит этим обозначается как раз кистозно солидные варианты когда допустим солидный компонент представлен лишь незначительно каким-то участком пристеночного компонента и так вот это кистозно солидная форма преимущественно кистозная форма она является малотипичной для почечноклеточной карциномы только 5% но даже в этом случае мы должны быть очень прицельно настроены на поиск поиск с чего всякого рода септации внутри кистозных перегородок и пристеночных утолщений утолщений самой стенки неравномерной если где-то она толще а в другом месте отличается в два или в три раза по толщине и самих перегородок их количество их толщины в целом вероятность злокачественности увеличивается с увеличением толщины и количества перегородок и толщины и неправильной формы стенок кистозного образования то есть чем толще стенки чем более неровные они чем толще перегородки тем больше вероятно степень злокачественности обнаружение кровотока в осложненной кисте в зонах солидного строения следует расценивать как очевидный признак малигнизации очевидный признак малигнизации кистозно-солидное образование с указанными признаками хорошо визуализируемые на УЗИ следует расценивать потенциально злокачественными независимо от результатов других лучевых методов исследования в том числе КТ и МРТ смотрите речь идет про тактику перед этим мы с вами говорили что вот у КТ есть явные преимущества в смысле обнаружения жира или его отсутствия образования а сейчас мы говорим про стратегию связанную с тем что если мы просто видим хорошо образование ведь не всегда нам удается хорошо визуализировать по разным причинам мы видим что это образование кистозное с пристеночным компонентом и с перегородками и внутри этих перегородок и в пристеночном компоненте есть кровоток то к образованию заведомо нужно относиться как к злокачественному то есть вот этих признаков по УЗИ достаточно чтобы его расценивать как потенциально злокачественно в то же время с другой стороны результаты КТ и МРТ чрезвычайно полезны в плане исключения злокачественности при неопределенных результатах УЗИ или неудовлетворительном качестве визуализации о чем мы говорим о том что во многих случаях мы не можем полноценно визуализировать даже в Берри режиме нам не удается хорошо вывести образование у нас есть сомнения то ли есть образование то ли нет образования в таком случае вот роль КТ и МРТ в плане исключения злокачественности совершенно незаменима Наконец кистозный тип почечноклеточной карциномы опечатка названия почечноклеточной карциномы две буквы К а не две буквы П должно быть в аббревиатуре вот перед нами несколько таких примеров кистозных сразу вспоминаем категорию Босняк 4 все они здесь относятся к этой категории и давайте каждую из них по отдельности посмотрим интересно что образование А вообще получено во время операционного сканирования мы видим здесь множественные перегородки достаточно толстые и вот характер распространения их тоже какой-то неправильный на эхограмме Б мы видим кистозное образование буквально такого для щитовидной железы мы назвали бы это признак что это губчатый узел узел состоящий из большого количества мелких полостей которые разделены вот такими септами делающим его похоже на пчелиные соты в какой-то степени четвертая категория по босниак мы с вами уже неоднократно говорили что нам всегда важно сравнивать визуальную картину которую мы получаем в одном органе и в другом это дает там дополнительные очень тогда хорошо запоминающиеся и позволяющие ими эффективно пользоваться какие-то сопоставления с одной стороны вот мы сейчас сравнили этот узел на эхограмме с губчатым узлом щитовидной железы губчатый узел щитовидной железы это безопасная структура которая никакой при этом повышенной онкологической настороженности не дает а винти для почки это признак почечно-клеточной карциномы теперь С эхограмма С киста внутри которой две перегородки одна такая типичная септация а другая вот пересекающая так коса она практически является каким-то вообще фрагментом солидной ткани расположенной внутри кисты здесь у нас цдк не продемонстрировано нам трудно это представить что будет если включить кровоток мы можем догадаться что здесь все основания ожидать появления внутри сосудов но даже в Б режиме вот такая выраженная неровность и неравномерность толщины этих перегородок является поводом для отнесения Босния к 4 который является заведомо признаком малибнизации наконец образование Д крупная киста верхняя ее часть полностью анахогенная но обратите внимание при этом какие толстые стенки вот здесь в боковых участках да а в нижней части этого изображения мы видим уровень взвеси то есть жидкость расположенная внутри разделилась на два компонента с уровнем который обусловливает разную физическую плотность этих тканей и в самой удаленной максимально от датчика точки этой кисты мы видим гиперахогенную пристеночную структуру которая тоже относится к признакам внутрипросветного включения в кисти относящегося по босни категории четыре тем более если смотреть на размеры смотрите вот это образование один и три сантиметра на ноль девять представляем что вся оставшаяся полость она вообще занимает значительную часть органа или с выходом за него это сейчас тут не видно ну и наконец вот еще пример на котором мы видим кистозную полость смотрите а почка сама вот она вот это почка вся кистозная полость вышла за пределы этой почки она располагается экстраорганная то есть при отсутствии вот этого измерения но в миллиметрах нам показанного оно срезано сами изображения какие конкретно в сантиметрах или в миллиметрах величины здесь между курсорами будут мы можем сделать вывод о размерах просто сравнивая с почкой и ясно что это превышает 4-5 сантиметров по диаметру образования оно больше чем поперечное сечение самой почки значит пристеночный компонент здесь хорошо выражен на круглый он выглядит достаточно так спокойно хотя там в нем присутствует стрелочкой обозначенный кальцинат мы видим также что внутри самой жидкости мелкие эхосигналы которые в большей степени представлены вот в отдаленной от датчика части в меньшей степени в более близком к нему но почему потому что они тяжелые значит воспаление здесь присоединяется и они осаждаются на ту стенку которая располагается гравитационно поводом притяжения для этих взвешенных мелких частиц гравитационно само по себе в б режиме это можно отнести уже к босния к 4 или может быть босния к 3 у нас нет стопроцентного здесь впечатления по б режиму потому что мы не видим множественных перегородок мы не видим неравномерно утолщины стенки но вот включили цдк вот правая картинка теперь она показывает что при цдк в этом популярном компоненте лучше скажем при стеночном компоненте это будет более точно выявляется кровоток этот кровоток смотрите имеет очень четкий спектр его удается хорошо здесь снять зафиксировать интересно что этот спектр высокорезистентный вы видите между пиковой систолической скоростью которая даже обрезалась да и конечно диастолической выраженная разница здесь всякое это будет не меньше 0,8 помимо всего прочего это говорит что это длительно существующее это сосуд который сформировался не вчера у него уже хорошо наросла мышечная оболочка осуществляющая сокращение этого сосуда и обусловливающая вот такой высокий индекс резистентности приближающийся к единице то есть вот это признаки смешанных кистозно-солидных примеров почечноклеточной карциномы которые тоже должны нас очень настораживать еще раз вспомним что таких примеров всего лишь 5% в всем спектре образований относящихся к почечноклеточной карциноме но они являются вот весьма диагностически показательными теперь относительно воскулиризации мы с вами уже несколько картинок видели а теперь давайте еще сопоставим вот с этими здесь а и б картинки которые представляют одно и то же образование а это образование расположенное суба капсулярно в корковом веществе с заходом мозговое мы вот видим здесь рядом расположенную пирамидку относящиеся к мозговому веществу значит она достаточно крупная и оно равномерно гипоэхогенное мы даже видим небольшой эффект незначительно выраженной вот такого дарзального усиления пока не включишь энергетический доплер не сказывается впечатление о том что это образование резко так скажем с признаками злокачественности но только мы включили и вот мы увидим что кровоток здесь усилен это гиперваскулярное образование он имеет смешанный тип распределения он идет не только по периферии но и в центральной части вернемся к серошкальному изображению в серошкальном изображении вот этот участок с дорозальным усилением он позволяет нам заподозрить что это киста может быть визуализация недостаточная может быть пациент тут же все обрезано то вот если это киста то относительно безопасная да побосник или единица или босник два но никак ни три ни четыре потому что никаких септаций никаких пристеночных компонентов нет но включили мы энергетический доплер и видим что помимо периферического кровотока тут есть кровоток через образование внутри самого образования есть тоже сосудистый компонент о чем это говорит что это ни в коем случае не киста что это образование солидного характера и в этом солидном образовании сосуды идут атипично это как раз то о чем мы говорили несомненный признак малигнизации и судя с той стратегической рекомендации которую в предыдущих слайдах мы с вами рассматривали это можно полностью расценивать как характеристику злокачественности в данном случае прибегать дополнительно к к осуждению для того чтобы принять окончательное заключение даже нет большой необходимости и два других изображения С и Д в отличие от предыдущей образования намного меньше здесь опять размеры мы не можем прочитать но судя по всему это вряд ли превышает два сантиметра а предыдущая была наверняка около трех с половиной по длиннику а здесь она округлая относительно однородная там это вот мозаичность внутренняя рисунка такая какой-то которая располагается однотипно на всем срезе и мы уже упоминали про вот эту зону хало которая для почтноклеточной карциномы является как раз типичной для некоторых образований расположенных в других органах это признак доброкачественности здесь это признак недоброкачественности в режиме ЦДК а в включенном энергетическом доплере мы видим что внутри образования кровотока нет а периферия его окружена усиленным вот таким воскулярным кольцом который дополнительно вот вызывает высокое подозрение если сравнивать эти два примера АБ и ЦД по примеру АБ УЗИ с цветокодирующими методиками позволяет в полной мере самостоятельно высказать полное суждение о малигнизации пример ЦД такого однозначного впечатления нам не дает вот здесь компьютерная томография явно нужна потому что образование меньше образование не имеет центрального кровотока а только периферический но что касается именно результатов хирургического лечения гистология подтвердила что это был именно почно-клеточный рак тоже я хочу обратить ваше внимание что вот в обоих случаях здесь в качестве цветокодирующих методик использовалось не ЦДК не цветовое доплеровское картирование а энергетический доплер при этой методике выявляются более мелкие сосуды и невозможно дифференцировать артерии от вен здесь все красится в один цвет но настроить их можно по-разному вы видите в примере Б используется шкала голубого цвета а в примере Д используется шкала такого красно-оранжевого цвета это вопрос предпочтений самого исследователя выбора определенной гаммы цветовой для того чтобы глазу было легче воспринимать это всегда мы можем менять для цветокодирующих методик выбор цвета остается за нами мы его можем регулировать стадирование почечноклеточной карциномы сегодня наиболее широко используется система стадирования почечноклеточной карциномы по Робсу принцип такой стадия 1 ограничивается почкой стадия 2 характеризуется инвазией в пара нефральную клетчатку стадия 3 подразделяется на несколько подгрупп 3 А сопровождается в инвазии в почечную вену 3 Б метастазированием в региональные лимфатические узлы и 3 С это комбинация вовлечения венозного русла и лимфатических узлов стадия 4 сопровождается инвазией в прилежащие органы а именно 4 А или наличием отдаленных метастазов 4 Б надо сказать что в недалеком прошлом до 10 процентов пациентов с почно-клеточным раком имели вовлеченность нижней полой вены и до 20 процентов метастазирования в почечную вену на момент первичного выявления опухоли В настоящее время большинство случаев почечно-клеточной карциномы выявляются в виде мелких образований при лучевых методах исследования когда венозная инвазия еще не обнаруживается обычно опухоль инвазирует в просвет сосуда но не затрагивает стенку УЗИ обладает прекрасными возможностями идентифицировать венозную инвазию и особенно инвазию в нижнюю полую вену давайте посмотрим как выглядят эти примеры инвазивного роста венозное русло вот на примере А мы наблюдаем поперечное сканирование почки интромб в правую почечную вену вот он обозначен стрелками он располагается в области ворот почки и достаточно хорошо очерчен на примере Б также используется поперечное сечение и мы видим тромб гетерогенной структуры распространяющейся внутри просвета почечной вены с левой стороны это левая почечная вена при этом аорта вот она обозначена буквой А и нижняя полая вена как вена кава инфериор буквой С они тоже тут достаточно хорошо различимы вы узнаете также в поперечном сечении фрагмент левой доли печени там где она образует левую границу с переходом диафрагмальной поверхности висцеральной поверхности левой доли окей эхограмма С тоже нам демонстрирует в серошкальном исследовании наличие тромботических масс в почечной вене вот стрелочка сюда указывает сама опухоль обозначена буквой М и у этого же пациента при включенном энергетическом доплере мы видим что участок вокруг тромба не проходим но внутри появляются мелкие просветы с движением жидкости то есть начинает осуществляться реканализация этого тромба это мы посмотрели в данном случае примеры инвазии в почечную вену теперь мы посмотрим инвазию в нижнюю полую вену все это примеры у различных пациентов и вот начиная с примера а мы здесь осуществляем сканирование в продольном сечении через нижнюю полую вену и тромб хорошо показан между курсорами на уровне впадения почечной вены на следующем изображении B мы также видим продольный срез через уровень нижней полой вены и такой достаточно массивный тромб распространяющийся почти до уровня диафрагмы на изображении C мы видим внутри печеночную часть нижней полой вены и внутри тромба который практически полностью перекрывает саму вену располагаются между мелкие кистозные полости что касается изображения D это мы попадаем на уровень желудочков сердца в винте подписано правый желудочек right ventricle and left ventricle межжелудочковая перегородка и вот тромб между курсорами находящийся в правом желудочке и пример E показывает участок изображения дополнительно зуммированный увеличенный за счет искусственного увеличения изображения и видно что тромб достаточно крупной величины и внутри его также появляются признаки реканализации с возможным прохождением новообразующихся мелких полостей для движения крови и наконец на изображении F используется уже не энергетический доктор доплера ЦДК и мы видим тоже тромб в нижней половине и здесь он в силу реканализации с него снимается спектр вот это яркие примеры которые тоже нам демонстрируют одну из реальных опасностей продолжение распространения процесса на близлежащие органы в частности при поражении нижней полой вены на печень следующей опухолевой группой которую мы рассмотрим это уротелиально-клеточная карцинома она встречается несоизмеримо реже чем почечно-клеточный рак в отличие от почечно-клеточного рака для нее характерен билатеральный тип роста с обеих сторон эта разновидность злокачественной опухоли первоначально является очень мелкой и поэтому для выявления УЗИ является недостаточно надежным методом основным методом диагностики являются компьютерная томография и ретроградная пиелография какие их графические признаки прежде всего отмечается утолщение уротелия выстрелки лоханки и чашечек кроме того появляется мелкие полиповидные внутрипросветные образования в лоханке могут появляться мелкие солидные образования в центральной части синуса почки спрашивается зачем нам обращать внимание на подобного рода опухолевый рост который невозможно четко идентифицировать при УЗИ прежде всего одна одна из дополнительных задач если мы не увидим конкретно опухолевого узла в понимании вот этого дифференциально диагностического ряда который здесь приводится сейчас видите из другого пособия из пособия диагностический ультразвук под редакцией РУМАК понимание того что ситуация утолщенной выстилки мочевых путей она является многопричинной одной из этих причин является уротелиально клеточная карцинома она здесь стоит на последнем месте но самой частой причиной является пиелонефрит второй разновидностью этих причин являются конкременты также могут вызывать стенты уротелиальные и разрешившие обструкции мочевых путей верхних мочевых путей также реакция продолжения трансплантанта и состояние ишемии ишемизации трансплантанта часть из этих изменений которые мы можем заметить при ультразвуковом исследовании связано с четко снимаемым анамнемзом и клиникой но мы в то же время должны быть всегда особенно насторожены по поводу вот этого последнего пункта уротелиально клеточной карциномы поскольку внешние проявления на ранних этапах являются смешанными неспецифическими общими и поэтому подразумевать это как возможную дополнительную опасность возможность диагностической путаницы всегда надо это тоже важно чтобы у нас было перед глазами потому что когда ситуация прогрессирует формируется уже явное образование то оно сопровождается инфильтративным ростом и очень часто его уже диагностически отличить от почечно-клеточной карциномы бывает невозможно и ранние этапы здесь как раз чрезвычайно важно заподозрить этот процесс следующее злокачественное образование с которым мы сталкиваемся это лимфома тут следует сказать что почка не содержит лимфатической ткани и поэтому первичная лимфома почки это такой весьма спорный диагноз ну и который в небольших случаях небольших количествах случаев все-таки описан это бывает крайне редкая ситуация а что является частым это вторичное поражение почки при лимфоме особенно неходшкинской которая практически дает на почку вот такое локальное проявление в 33% случаев то есть каждом третьем случае и в таком случае что мы можем увидеть что мы должны искать как мы можем интерпретировать изменения которые могут нам встретиться прежде всего это множественные мелкие белатерально расположенные образования гиппо или анэхогенные давайте обратим внимание на каждое слово множественные это не одиночные а всегда в большом количестве представлены образования они мелкие как правило несколько миллиметров и редко превышают сантиметр они располагаются с обеих сторон тоже очень важный дифференциально диагностический фактор и при этом они могут быть как гиппо так и анноэхогенными так что имитируют собой кистозные полости второй аспект что имеет место диффузная инфильтрация почек и увеличение в размерах почки за счет инфильтрации эта диффузная инфильтрация приводит к тому что не только контур изменится как мы сейчас с вами увидим на диагностическом изображении но и полностью становится стертой и корково-мозговая дифференциация и дифференциация между паренхемой и синусом и так большие почки где невозможно четко различить структуры нормальной паренхемы и синуса и меняется общая форма за счет того что почка существенно инфильтрирована и увеличивается в размерах теперь теперь посмотрим на пример который здесь представлен один и тот же пациент для корреляции специально представлен КТ срез винти даже на компьютерной томографии область синуса едва заметна мы видим что почка в сечении выглядит деформированной увеличенной с измененными пропорциями мы помним с вами что нормальные пропорции в поперечном сечении а ведь это одинаково в равной степени касается и КТ и ультразвукового исследования то что мы с вами это учили для УЗИ оно точно так же будет характеризовать и изменения в компьютерном томографическом срезе смотрите вот этот размер в направлении от тела позвонка на периферию он характеризует ширину почки а противоположный размер он характеризует толщину почки и мы помним правило что отношение этих двух величин ширины и толщины должно быть 1 к 0 8 а вот здесь для левой почки это выглядит как 1 к 1 без всяких измерений а вот здесь это выглядит как 1 к полутора то есть почка в сечении должна быть гораздо уже за счет того что ее толщина должна быть меньше ширины а для правой почки это изменено вот таким нетипичным совершенно характером и так на компьютерной томограмме мы видим малодифференцированный почечный синус мы видим практически отсутствующую корково-мозговую дифференциацию и выраженное изменение контуров увеличение размеров и то же самое на ультразвуковом исследовании смотрим это поперечное сечение почки это не продольное значит вот эта область ворот это область синуса которую мы едва различаем и те пропорции которые мы только что обсуждали здесь также вот наглядно изменены вообще все различить крайне трудно именно за счет вот этого процесса инфильтрации важная для нас информация чтобы мы были на это нацелены ну и наконец что касается метастатического поражения что касается почки то выявляются метастазы как правило уже после выявления их в других органах в качестве первичного очага чаще всего являются легкие молочная железа и контрлатеральная почка как правило это образование солидный важно что кистозный и смешанный тип является нехарактерным и вот несколько таких примеров которые мы можем здесь посмотреть все эти примеры у разных пациентов на примере мы видим продольное сечение через почку нарушение нормальной архитектоники связаны с отсутствием корково-мозговой дифференциации и множественными такими инфильтративными массами но вот как минимум их четыре можно насчитать наверное вот это пятое и в данном случае это пример выражено гипоэхогенного характера строения этих образований вот пример б здесь также продольный срез через почку и образование с выраженным гиперэхогенным ободком самообразование тоже гипоэхогенное мы бы с трудом его различили если бы не было этого ободка этот боток позволяет его отдифференцировать от рядом расположенных структур поразительно что здесь корково-мозговая дифференциация еще сохранена мы различаем вот пирамиду вот здесь пирамиду то есть инвазия произошла так скажем в относительно здоровую архитектонику почки но наличие этого гиперэхогенного ободка позволяет нам образование опознать следующий пример С мы видим образование между корсерами тоже гипоэхогенное при продольном сечении почки здесь нет такого выраженного гиперэхогенного ободка частичная какая-то подчеркнутость контура контура но наблюдается только в этой зоне эхограмма Д тоже продольное сечение почки мы видим что образование деформирует капсулу оно растет экзофитно является образованием смешанных структуры где присутствуют в равной степени гипоэхогенные и гиперэхогенные компоненты на эхограмме Е и на эхограмме Ф один и тот же пациент в серой шкале а потом с включенным доплером образование изоэхогенно окружающим участком и в связи с этим его трудно различить его очертания являются размытыми но вот включив энергетический доплер мы наблюдаем что периферия его четко скажем так обнимается этими сосудами и есть отдельно расположены хаотично расположены сосуды внутри образования что является дополнительным фактором характерным для злокачественного типа поражения как видим картины очень разнообразные и это помимо всего прочего свидетельствует лишний раз о том что наткнувшись на одно образование мы всегда должны быть внутренне нацелены на поиск нет ли еще чего-то тем более что метастазы метастазы как правило являются множественными и они появляются в почке как ответ на первичный очаг что мы либо анамнистически можем уже знать либо можем найти помним что один из первичных очагов в контрлатеральной почке то есть такой очень важный аспект ну и наконец теперь посмотрим среди доброкачественных образований самое распространенное которое называется ангиомиолипома ангиомиолипома ну вот само название говорит о том что это опухоль состоящая из трех компонентов дисморфичных кровеносных сосудов гладкомышечных элементов и жировой ткани эти три компонента присутствуют одновременно как правило эти сосуды мы не можем увидеть при современных цветокодирующих методиках может быть в скорой времени это станет гораздо более таким наглядным но тем не менее понимаем что они там присутствуют поскольку само название говорит о себе диагноз можно уточнить с помощью КТ и МРТ которые подтвердят наличие в опухоли жировой ткани ведь это ангиомиолипома и именно наличие жировой ткани гарантированно отличает доброкачественную опухоль ангиомиолипома от аналогичной же картины злокачественного типа которая называется почноклеточный рак а в связи с тем что там сосуды множественные дизморфичные в опухоли то всегда имеется высокий риск кровотечения из этих сосудов вполне естественно он может быть ну как бы связан с всякого рода травматическими повреждениями в том числе и незначительными но если речь идет о относительно крупных размерах свыше 4 сантиметров то в подобных ситуациях случаются нередко спонтанные кровотечения без ярко выраженной провокации за счет патологически измененных сосудов внутри опухоли поэтому возможно появление суб капсулярных кровоизлияний в почке и кровоизлияний в парамефральную клетчатку что называется синдром вундерлиха то есть при наличии наличии признаков ангиомия липомы мы должна быть всегда очень насторожены нет ли субкапсулярно каких-то зон инфильтрации обусловленных имевшим место кровотечением когда-то скажем в анамнезе или случившихся недавно особенно если опухоль имеет признаки роста одна из проблем связанных с такими кровотечениями что в результате кровотечения мы зачастую диагноз получаем с большим трудом чем в неизмененной ткани ангемио-липомы какова наиболее типичная ультразвуковая характеристика ангиомио-липомы во-первых это однородное образование оно хорошо отграничено это образование повышенной эхогенности сопоставимой с жировой тканью почечного синуса в 30% отмечается незначительная дарзальная акустическая тень за счет жировой ткани когда мы говорим про эту тень то на самом деле это в переводе как небольшое затенение связанное с тем что коэффициент аттенуации то есть затухание звука при прохождении через жировую ткань он выше чем в других тканях вспомните как мы опознаем жировой гипотоз один из симптомов это то что мы с трудом или вообще не видим диафрагму через печень почему потому что затухание эхосигнала через заполненной жировой тканью печень приводит к ослаблению этого звукового сигнала проходящего через орган и точно такой же механизм связан с ангиомиолипомой вполне понятно все дальше зависит от размеров если это ангиомиолипомка очень маленькая в пределах 5-6 миллиметров мы можем не заметить но надо прицельно искать внимательно смотреть увеличивать изображение за счет зумирования или изменения глубины для того чтобы себе ответить на этот вопрос присутствует данный признак или нет и так он присутствовал бы всегда если бы размеры образования позволяли этот симптом заметить ну и соотношение тоже ткани ангиомиолипома или ангиомиолипома я пытаюсь сделать ударение на том компоненте который может превалировать и поэтому если жировая ткань не в меньшем количестве в этом образовании то и его труднее этот симптом затенения дарзального заметить почему это так важно почему мы на этом зациклились так и вот пять минут обсуждаем но потому что один из самых важных дифференциально-диагностических вопросов когда мы видим картину похожую на ангиомиолипому небольших размеров в почке впервые встреченную это ответить на вопрос можем ли мы сами сейчас доказать что это не почечно-клеточная карцинома если у нас нет вот этого последнего признака в 30% отмечаемого да то в таком случае нам обязательно нужно обращаться за помощью к кт или мрт чтобы подтвердить наличие жировой ткани и тем самым сказать пациенту что здесь доброкачественный нетревожный нетревожный для тебя процесс требуется наблюдение и отсутствие там скажем всяких травмирующих ситуаций не надо кататься на горных лыжах не надо заниматься боевыми видами искусств потому что это будет сопровождаться высоким риском кровотечения даже при небольших размерах если это будет травмироваться ну и теперь посмотрим на примеры ангелемиолипом в таком видео примере видеоформате последний пункт который на этом слайде отмечаем что касается тактики небольшие опухоли не требуют лечения а крупные необходимо удалять хирургически прежде всего для предотвращения осложнений осложнения в первую очередь связаны именно с кровотечениями посттравматическими и спонтанными что мы здесь видим мы видим правую почку и но мы так датчик держим да что это нижний полюс и в нижнем полюсе здесь мелкая ангелемиолипома если расфокусировать взгляд и внимательно смотреть на дарзальную часть позади уже самого образования можно заметить незначительно выраженную такую теневую дорожку размеры этой ангелемиолипомки они не превышают 5 миллиметров и в этой связи ослабление звукового их сигнала очень небольшое но именно факт увидим мы его или нет накладывает следующий шаг направлять на КТ или нет в любом случае это требует постоянного динамического наблюдения чтобы контролировать нет ли роста и рекомендация внимательно относиться именно к ситуациям потенциальной травматизации другой пример существенно отличающийся по размерам ангиомиолипома выходящий за пределы нижнего полюса правой почки вы видите что она наполовину вышла за нижний полюс а вторая ее половина находится в пределах самого органа вот здесь если внимательно посмотреть то в дорзальной части это ослабление сигнала заметно вот оно тут оно такое достаточно демонстративное в этом месте очень важно да потому что ну например в каких-то случаях можно было бы казалось ожидать наоборот усиление эхо-сигнала да значит доказывающий ангиомиолипома факт это ослабление звукового сигнала и еще один пример так как так так буквально как луна в ночи да видите что по наружному контуру в корковом веществе располагается полностью округлое образование с этой небольшой затененностью дарзально в одном из средних сегментов который также охарактеризуем как ангиомия липом эти примеры у нас обязательно будут включены в тесты поэтому постарайтесь их визуально запечатлеть чтобы глаз научился их узнавать вот уважаемые коллеги мы рассмотрели преимущественно почечноклеточную карциному как самый частый и самый заслуживающий пристального внимания злокачественный характер роста образования в почке остальное взглянули как бы в сравнении с ней более мимолетно ясно что наш диагностический подход должен всегда базироваться помимо признаков самого образования эхогенность контуры характеристую структуры фаскулиризация что касается любого органа должен базироваться на принципе ху из ху кто есть кто что есть что из чего нам выбирать мы понимаем что в любом органе может встретиться все что угодно но по статистике есть определенная закономерность что встречается чаще и эти признаки мы должны стараться держать в памяти и полностью на них ориентироваться все благодарю вас за внимание а